МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второй пошел. Россияне анонсируют начало эксплуатации еще одной ветки энергомоста. Дорогой проезд. В Севастополе с начала 2016 года дорожают катера и паромы. Дайте переселенцам шанс. Крымские и донецкие активисты с театрального помоста обратились к украинцам. Министерство образования ничего не делает для решения проблемы поступления и перевода крымчан в вузы на материковой Украине. Правозащитники прогнозируют, в следующем году студентов, желающих переехать с территории оккупированного полуострова на материк, будет больше. А вот четкого понимания, что с ними делать, в стране нет. Эксперт Крымской правозащитной инициативы Людмила Скворцова в интервью изданию «Голос Крыма» сказала, что крымчане, которые дозваниваются на горячую линию Минобразования, вынуждены говорить с автоответчиком, а проблема так и остается нерешенной. Крымчане звонят в Министерство образования, они дозваниваются оттуда, скажите там, на горячую линию. У нас даже был момент, когда мы записывали звонок из Севастополя в МОН на горячую линию. Зачекайте, запишите вашу проблему, вам ответят. Куда ответят письменно? Письма в Крым – это все. А министерство, если бы оно хотело, мне кажется, что надо не просто красиво говорить, что мы ждем крымских детей. Надо делать. По словам правозащитников, дети, которые всю сознательную жизнь воспринимали Украину как родную страну, сейчас в Крыму нередко конфликтуют с родителями. С одной стороны, они должны противостоять родственникам, а с другой – государству, которому, по факту, они оказались не нужны. У нас, когда проходило анкетирование, мы собрали анкеты у родителей, которые фиксируют, что отношения в семье ухудшились. Особенно в семьях, где родители выступали в старших классах, дети 10-11, а родители поддерживали события референдума. И в семьях конфликт. Дети говорят, что мы уедем в Украину, а вы оставайтесь здесь. И вот, на мой взгляд, эта проблема, мы сейчас пытаемся как-то с Министерством образования, с Киевским департаментом решить, потому что выехать сейчас оттуда и устроиться в тут вузах нельзя. По словам правозащитницы, Минобразование Украины необходимо привлекать международные организации, которые могут распространить информацию, в какие вузы в Украине готовы принимать студентов и абитуриентов из Крыма, и какие для этого нужны документы. Напомним, Министерство образования Украины неоднократно заявляло, что обеспечит абитуриентам из оккупированного Крыма квоты и отдельные программы для поступления в вузы на материковой Украине. Однако, этого до сих пор не сделали. Активисты Украинского культурного центра в Крыму открывают лингвистические курсы в Симферополе, на которых будут обучать государственному языку. Мы пытаемся объединять украинцев Крыму навколо створенного нами Украинского культурного центра в Крыму. Сейчас в нашем распоряжении есть помещение для встречей. Помещение вдало расположено в центре города, светлое. Но оно потребует ремонта и обладательства. От государства пока нет никакой полезной поддержки. Из-за того, сельчути – держайтесь. Но на голом держаться – много не побудешь. На своих страницах в социальных сетях активисты Украинского культурного центра опубликовали подробный список необходимого оборудования с обозначением стоимости, а также перечень работ, которые нужно выполнить в помещении. По словам участников, им не хватает более 3000 долларов США. В настоящий момент удалось собрать всего 32 доллара. Активисты уточняют, некоторые цены могут показаться заниженными. Связано это с тем, что часть работ участники могут сделать сами или уже имеют часть необходимых для ремонта материалов. Украинцы, в свою очередь, недоумевают по поводу высокой стоимости оборудования, забывая, что в реалиях оккупации цены на товары, услуги и доставку в несколько раз выше, чем на материке. В целом, идея появилась еще с момента создания Украинского культурного центра в мае месяце. И только сейчас мы смогли найти помещение. И в данный момент там проходит ремонт, потому что помещение не совсем пригодное для проведения образовательных курсов. Мы собираем деньги для этого. Для этого опубликованы у нас в Фейсбуке счета наши, которые можно перечислить. В Украинском культурном центре поясняют, список предложений не окончательный. Участники инициативы готовы к любым конструктивным предложениям. С радостью примут любую помощь по обустройству помещения. Помещение было найти очень трудно. В первую очередь, потому что мы полностью находимся на собственном обеспечении. И поэтому спасибо людям, которые предоставили нам безвозмездное помещение. После завершения ремонта, конечно, это будет публичное место, когда любой живающий может прийти и для получения знаний, и для встречи, и для проведения своего времени. В дальнейшем, если найдутся люди, готовые помочь восстановить островок украинской культуры на полуострове, в планах открыть курсы по изучению истории, культуры и даже создать дом кино, где будут показывать фильмы на государственном языке. К повышенному вниманию российских правоохранителей к деятельности центра активисты в Крыму уже привыкли. Более того, готовы давать бесплатные уроки украинского языка даже сотрудникам российских правоохранительных органов. Мы прекрасно знаем, что сотрудники центра А и ФСБ будут присутствовать на каждом занятии, все фиксировать. Конечно, без них никуда. Надеемся, что люди, которые командированы отсюда с Москвы или с Питера, тоже будут получать знания в украинском языке. И в следующий раз, придя на наше задание, они не будут задавать глупых вопросов. Пожалуйста, не говорите на украинском языке. Напомним, в мае текущего года группа украинских патриотов открыла украинский культурный центр в Крыму. Основная цель – моральная поддержка тех, кто хочет сохранить и приумножить знания о языке, культуре и традициях. На экране – реквизиты, на которые можно перечислить денежные средства для создания Центра украинского языка, истории и кино в Симферополе и помочь патриотам. Ощадбанк. Расчетный счет в гривнах. Карточка номер 51 67 49 00 59 35 65 93. Получатель – Вильдар Шукуджиев. Или украинская платежная система Global Money. ID кошелька номер 98 90 62 08 40 88 52. В настоящее время на полуострове нет ни одной украинской школы, нет и классов с обучением хотя бы некоторых предметов на украинском языке. Российские власти заявляют, что вторая нитка энергомоста, который соединяет оккупированный Крым с энергосистемой России, уже запущена. Президент России Владимир Путин во вторник 15 декабря распорядился о его запуске прямо из Кремля. В рамках телемоста, обещание которого велось с трех подстанций Кафа под Феодосией, подстанции Тамань в Краснодарском крае и пункта перехода 2 в Керчи. Как сообщает пресс-служба оккупационного правительства Крыма, на месте запуска находится самопровозглашенный премьер Сергей Аксенов и министр энергетики России Александр Навак. Они уверены, что после этого события удастся решить проблему энергоснабжения полуострова как минимум на 80%. Чиновники рассчитывают, с учетом собственной генерации и перетоков российской электроэнергии, общая мощность крымской энергосистемы составит примерно 1000 мегаватт. В то же время президент России пообещал уже к маю запустить еще две нитки на крымский полуостров. Он уверяет, что это полностью закроет все потребности крымчан в электроэнергии, а также позволит развивать экономику полуострова. Напомним, первая нитка энергомоста была запущена президентом России в начале декабря. Однако она периодически выходит из строя и обеспечивает в основном Керченский полуостров, Судакский регион, Феодосию и Белогорск. Остальные же регионы по-прежнему живут по графикам верных включений. Январские билеты на катера в Севастополе начнут продавать по более высокой цене. Объявление об этом уже размещено на причале Графской пристани. В нем, в частности, говорится, что проездной школьника будет стоить 405 рублей, около 130 гривен, студента – 765 рублей, около 250 гривен. А взрослый проездной билет отмечается еще с ноября стоит 810 рублей, около 300 гривен. А ожидается ли его подорожание – неизвестно. Раньше школьные и студенческие проездные стоили 114 и 228 рублей соответственно. Продажи билетов на катера по новой цене начнется в конце декабря. Стоимость разового проезда на катерах по всем направлениям составляет 15 рублей, а поездка на пароме обойдется в 12 рублей, что 5,4 гривны соответственно. Как сообщалось, проект в севастопольских маршрутках снова подорожает до 12 рублей, после того, как на линии выйдут все троллейбусы. Импровизированный спиритический сеанс устроили авторы спектакля «Таинственные киевские переселенцы» на сцене молодого театра в столице Украины. Актеры вызывали духов известного режиссера Сергея Параджанова, поэтесса Олены Телиги и архитектора Владислава Городецкого. Именно он создал знаменитый дом с химерами в Киеве. У всех актеров безграничное желание сделать вклад в культурную жизнь города, вдохновить себя и зрителей, а также забыть о том, что они – переселенцы, и родной дом очень далеко. Постановка стала своеобразной акцией, при помощи которой авторы спектакля хотели показать, они активные и полноправные члены общества. Мы с ребятами думали, как нам лучше подать эту идею о том, что переселенцы – это действительно большой ресурс, чтобы сломать эти ярлыки о том, что это только потребители. И было очень много вариантов. И вот пришла идея обратиться к каким-то историческим личностям. И тогда я говорю, ну если это исторические личности, которых уже нет, тогда давайте, нам ничего не остается, кроме как экспертический сеанс. Главные роли исполнили бывшие жители Крыма и Донбасса. Ксения из Симферополя сыграла медиума, который вызывает из прошлого дух известных переселенцев. Режиссер по образованию, девушка покинула оккупированную столицу полуострова после того, как поняла, российские рамки не позволят ей творчески развиваться. А жить с неприятием происходящего в состоянии внутренней эмиграции очень сложно. Я почувствовала, что, наверное, здесь осталась вот такая вот свободная атмосфера, которая была в моем родном Крыму. Здесь нет таких запретов, потому что, когда я ставила свою постановку в феврале, в январе этого года в Симферополе, у нас сразу были табу на язык материала, нецензурная лексика табу, и, соответственно, тема политики тоже табу. Организаторами вечера выступили общественные организации Украины, Грузии и России, помогающие вынужденным переселенцам и беженцам. Спектакль показали в рамках проекта «Голос переселенцам», созданного немецкой организацией «Эн Ост» при поддержке Министерства иностранных дел Германии. Участники признаются, не хотят, чтобы на них вешали ярлык переселенец и воспринимали как балласт. Именно поэтому они готовы доказывать всем и вся, что они не иждивенцы. Мне бы хотелось, чтобы на нас смотрели чуть-чуть больше, как на киевлян, то есть, что мы, по сути, равные. То есть, мы не просто должны год, два, три получить прописку, получить, ну, как бы, у нас есть стаж работы в Киеве, вот, чтобы изначально мы из Донецка, мы из Крыма, извините, вот, мы были на равных. Главным лейтмотивом спектакля стал девиз «Дайте переселенцам шанс». Более двух миллионов внутренне перемещенных лиц в Украине не должны чувствовать себя вне общества, считают актеры и постановщики. На примере Сергея Параджанова, Олены Телиги и Владислава Городецкого они показали – внутренне перемещенные лица тоже могут творить историю.